Ольга Курносова, политический аналитик и главный редактор портала After Empire. Здравствуйте. Очень рада вас видеть, Ольга. Здравствуйте. Ольга, нас слышите? Да-да-да, здравствуйте. Здравствуйте, прекрасно. Ольга, вот хотелось бы сразу начать с этого дня, когда все ожидали каких-то громких заявлений Путина, но услышали какое-то странное заявление от Лаврова. Человек осознанно перед камерой на всю свою страну и через интернет не только говорит, «Война закончится, а жить-то потом надо будет как-то дальше». Как вы считаете, неужели пришло понимание, что трибунал – это не пустые слова и не рекомендация к его проведению? Ну, я думаю, что понимание этого уже давно пришло. И опасение того, что трибуналом может закончиться для многих и многих действующих лиц, вот это опасение постепенно становится реальностью, да, что действительно можно придумать механизм, он непростой, да, и действительно для того, чтобы привлечь людей, которые находятся под иммунитетом, от того, чтобы их можно было привлечь за преступление, для того, чтобы придумать этот механизм, это надо поработать, это сложная работа, но ей уже занимаются. А так как преступления все продолжаются и продолжаются, то, естественно, мотивация для того, чтобы эту работу ускорить и выйти на какой-то уже завершающий этап, она все увеличивается. А поэтому все выше вероятность, что эти люди, в том числе лично Владимир Путин, могут закончить свою жизнь на скамье подсудимых или в местах уже, которые после скамьи подсудимых их будут ждать. Ну, вы верно отметили, что пока говорить о том, что за Путиным и Лукашенко уже начнет охотиться Интерпол рано и действительно защищает международный иммунитет. Работа действительно предстоит непростая. Давайте об этом подробнее. Как добиться может Украина и наши европейские партнеры снятия этого международного иммунитета? Мы правильно понимаем, что в совбезе ООН это вряд ли получится сделать, потому что там у России право вето. Какие другие пути есть? Ну, собственно, путь примерно тот, по которому сейчас и идут страны, это заключение договоров межстрановых. То есть такой суд и такая прокуратура может быть образована рядом стран. И, соответственно, те страны, которые об этом договорятся, они могут этот суд учредить, эту прокуратуру создать. И, соответственно, эти страны и после такого создания, по большому счету, и признают утрату военными преступниками своего иммунитета. Собственно, история мировая знает такие прецеденты, поэтому ничего уж такого выходящего за какие-то рамки тут нет. Но еще раз повторюсь, это такая очень сложная работа, которая требует серьезных усилий, в первую очередь, наверное, Министерств иностранных дел тех стран, которые об этом договариваются. Ольга, ну вот хотелось бы вернуться все же к этой фразе Лаврова и обсудить с вами еще такую тему. Как вы считаете, вот эти два диктатора, которым действительно светит трибунал, они уже начали задумываться о том, как спасаться будут? И есть ли уже первые признаки, наверное, это элиты в Российской Федерации, которые уже начинают суетиться и первыми, кто только может спасать, что может? Ну да, вот тут буквально очередную яхту удалось, можно сказать, увезти из-под носа властей. Поэтому, конечно, элиты российские давно уже спасают, что могут. И, кстати, оказывается, достаточно много могут спасти. Но понятное дело, что бизнесменам в этом смысле гораздо проще, потому что они не принимают политические решения. Да, конечно, они попали под санкции, но тем не менее, так, чтобы им грозила ГААГа уже завтра, они этого не ощущают. А вот политические элиты, конечно, это ощущают. И они прекрасно понимают, что тот, кто сможет помочь мировому сообществу осуществить акт юридический по привлечению виновных к уколовной ответственности сам лично, или эта группа лиц, они сами лично смогут, наверное, я так думаю, если они большой вклад в привлечение смогут внести, то, наверное, они даже и личную ответственность достаточно серьезно могут свою поубавить. И мне кажется, такие заинтересованные лица должны появиться. Но, опять-таки, тут уже лидеры мировые и те страны, которые участвуют в создании этого суда, должны тоже какие-то предложения вносить для того, чтобы убыстрить принятие решения о приведении условного Путина на условную камню подсудимых в условную ГААГу, чтобы это желание действительно появилось, и оно было очень сильным. Сложно представить, как разовьется и обострить сама неопреследование у этих двух диктаторов и у некоторых там обитателей Кремля, и как там называется резиденция в Беларуси, я не знаю. Уже под панцирем. Да, уже и панцири ставят возле своей резиденции в Новоогарево. Как вам... Вы обратили внимание вообще, насколько людоедская вот эта история с установкой ПВО в Москве, в области, простыми словами, простое население, россиян зачастую берут в заложники, ставят ПВО на жилые многоэтажки, да? Понятно, что украинская армия не будет стрелять по жилым домам, но вот россияне, они видят, чувствуют, что с ними просто не считаются, как со своим народом. Ну, мне кажется, те россияне, которые способны думать, они про это знают давно. И по большому счету Путин практически с первого года своего правления показывал, что на людей ему плевать. И все трагические события, которые происходили в России, начиная со взрывов домов, про которые тоже многим сразу стало понятно, что они были организованы в рамках изверательной кампании того же самого Владимира Путина. И все остальные трагические события, будь то подводная лодка в Курск, захват заложников в Норд-Осте или сжигание детей в Беслане. И вот все это демонстрировало, что на людей Путину всегда, всегда было абсолютно наплевать. Люди для него лишь расходный материал. Так что и здесь, по большому счету, ничего нового. Но, наверное, все больше россиян понимают, насколько все это страшно и насколько надо быстрее, как можно быстрее расставаться с Путиным. Иначе это не просто плохо кончится. Плохо кончится это в любом случае. Но это может кончиться смертью для большого количества россиян. Понятно. Спасибо вам, Ольга, огромное за то, что разъяснили нам эти моменты. Ольга Курносова, политический аналитик, присоединялась, и главный редактор портала «Автор Эмпайо» присоединялась к нашему эфиру.